Что могут делать студенты в чудную майскую погоду в лесу? Как оказалось, не только жарить шашлыки, но и заниматься общественно полезным и даже жизненно важным делом. Подробнее в сюжете. Густой хвойный лес был на этом месте до жутких пожаров 2010-го. Чтобы стало как раньше понадобится десятилетие, сегодня высаживать деревья на так называемых горельниках приехало около двух сотен студентов и сотрудников высших учебных заведений Чебоксар. Перед тем, как спасать планету, тщательный инструктаж. В первом движении мы втыкаем меч Колесова и на себя потянули, и от себя образовывается щель. При посадке дерева важный момент, чтобы корневая система не была изогнута. Ну а затем с энтузиазмом и специальными приспособлениями молодые люди разбрелись по территории. Кто-то высаживал сосны, как заправский лесничий, ну а кому-то подобное занятие явно в диковинку. Все очень хорошо, немножко холодная погода, но настроение у всех хорошее и нам очень нравится. Каждый человек должен посадить дерево, я думаю. Удивительно, но эта участница акции намного опытнее, чем многие собравшиеся. В свои три с половиной года, или как поправляет малышка, почти четыре она сажает лес уже во второй раз. И готова поделиться секретами у мастерства. Сначала откапывать лямку, потом вниз сильно, потом наверх, и потом закапывать. А другую, которая закапывает лямку, туда должен будет водичку лить. Акция, кстати, была абсолютно добровольной. И неважно, чем руководствовались участники, желанием подышать свежим воздухом вместо пар или помочь экологии планеты. Главное, что в результате на несколько сотен деревьев на земле стало больше. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.